спонсор ролика компания projapan доставка мотоциклов с японских аукционов до вашей квартиры ссылка в описании вот как бы человек достаточно мы с ним поболтали кстати говоря привет тебе есть у меня смотришь субтитры будешь смотреть вот он просто очень так иносказательно разговаривать очень интересно то есть ну в отличие от меня например минка как раз очень интересно его слушайте переводить а я пытаюсь это переводить на такой прям такой прям русский язык если бы у нас в россии жил вот потому что если бы перевести прям прям вот уж он говорит там ну как бы скучновато будет мы так не дубы вот ну как бы вот ну вот смотрим до чувака здорово чуваки а вы смотрели моё последнее видео а я там поменял у меня была цепь я поменяла на ремень обратно вот видно вот видите да вот меня ими опять да а когда круто блин вот вот тут все отражается вот даже меня 2 видно вот что фигня да вот я пошутил да вот ну сегодня мне позвонил я позвонил мне позвонили родители рахарли в лузиане там типа такая ночь мото вот мероприятие и сейчас я туда поеду вот собирался вроде и раньше то поехать да тоже что-то лил блин писец и не особый я любитель подождем катать да вот туда ехать что-то 45 50 нет 60 что-то вот миль от дома да вот ну и поехали дороги да то есть третьемся дороге сейчас здесь гораздо хуже слышно а почему я езжу на этом мотоцикле опять на ремне почему я придел на ремень просто цепь требует блин много обслуживания и и надо подтягивать постоянно вот я сейчас в общем перестану об этом думать да и вы лучше переключусь во что-нибудь другое расскажу а вот и когда едешь по штату лузиана вот в этот центр харли куда он сейчас едет по трассе вы каждый раз возвращаясь на эту трассу и каждый раз наступает к этот период каких-то здравых мыслями приходит в голову здравые мысли и какое-то время им без временной безумие что это что ли это даже не знаю наверно других людей тоже подобное когда-то бывает вот и не обязательно на трассе может быть у кого-то бывает это на каких-то участках дороги на которые они просто периодически возвращаются а вот и я не пытаюсь сам себя обмануть я думаю что ехать на этом мотоцикл по этому привычной дороге не так чтобы по фану мне гораздо больше нравилось ехать по ней на моем спорстере со старым 79 года и все время сравнивать мотоцикл с ним когда еду по этой дороге когда я об этом думаю мне кажется что здравом не быть не так уж и плохо этот мотоцикл на котором я еду сейчас это вот как кадиллак реально прям такой весь королевский вот они фуфло он там какое-то я когда купил мотоцикл в года четыре назад я подумал вот в моей жизни на стали времена великих путешествий а мы проехали с ним в калифорнию обратно я проехал больше пяти тысяч миль за раз я подумал что мотоцикл прям такой удобный я бы на нем прямо в бассейн был блин за коктейлем въехал и помню сейчас вот прям вот как начал людям говорить что я готов отдать или продать мотоцикл прямо сейчас прямо тут вот я вот так не могу говорить еще прикольно я хочу мотоцикл среди на 90-х или конца 90-х на его потому что мне не все равно на чем я езжу я хочу понимать то на чем я еду а этот мотоцикл на котором я еду сейчас 2015 года он слишком психологичен ну наверное еще много могу поэтому до цикла сказать вы сейчас а да мы сейчас пересекаем границу с лузианой да вот пересекаем границу с лузианой то тому какая он туча блин здоровая общем вообще сейчас стемнело тут вообще по законам этого штата кстати говоря лягушек можно ловить вот и и жарить их да вот знаете ли гусящие лапки такие типа деликатес такой тут прикольно вот и специально чтобы чтобы вы поняли что можно ловить рягушек он ставит знак добро пожаловать луизиану опять в общем по мотоциклу сейчас мы поговорить да ну вот я собираюсь подать все таки этот мотоцикл чтобы купить были старые большинство людей я думаю не делали так как я это heritage 2012 года на 103 моторе тинкам дури в нем просто в вагон так нам здесь вот съехать да вот здесь можно съехать я не ездил никогда на новом и волки моторе вот и знаю и не знаю какие от него ощущение хотим знаю многие покупают мотоциклы на мелоке говорю что прикольно я помню какая была двойственная реакция у людей когда после его вышел тинкам и и разница была такая как между днем и ночью а сейчас говорят то же самое такая же разница между двигателем тинкам и двигателем милоки также говорят как день и ночь у меня никогда не было на его мотоциклы в мелоке я не ездил вот но на тинка про тинкам и спортеры на его я все знаю и у меня еще аренд хит спортер а вот мы подъехали рост где веру к местному да вот и вот чувак этим блин разойтись короче да а музон прикольный запросу за музон а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снаружи шумище такая, а здесь вот кормят даже, и вообще тут клево. А этого мужика Клаус зовут. Клевый такой чувак, с ним очень комфортно мне всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, и стартовый вина, мы с ним тоже прикольно время проводили. Так мне обе руки сейчас понадобятся, чтобы поесть нормально. А вот, ну, поел, я теперь в этой прогуляюсь, вот жалом тут положу, и все такое. Это мотоциклы по газету. Помню, вот когда эти новые мотоциклы начали выпускать, я их прям вот реально ненавидел. Может, просто это принципы какие-то, или из-за кучи изменений, которые в новых модах есть, или из-за кучи какой-то электроники, в которой они написаны. Это просто, наверное, вопрос моего мнения, что ли, или моих предпочтений. Время идет своим чередом, и мне показалось, что какие-то мотоциклы мне даже начали даже как-то нравиться. И вот, семейство, вот, Heritage, например, вот, который вот я купил, да, ну, это, блин, совсем другое пальто, конечно. И не Вегер. Вот, это просто, наверное, вот вопрос предпочтений. Вот, и я себе купил, вот, 4 года назад, и теперь, вот, думаю, куда бы вот это вот ее деть бы, вот теперь. Несмотря на то, что я никак не вижу себя, я не вижу себя покупающим в новый мотоцикл. Ну, если я и сделаю это, вот, может быть, блин, спорстер шли купить 883. Вот из 883 обычно делают чопперы, вот, в основном, базовая платформа для чопперов. Еще так, что-то кроме спорстера, вот, ни на что глаз не падает. Хотя, тут есть некоторые мотоциклы, я заметил, что именно вот они меня и привлекают мое внимание. Это не новый мотоцикл, это мотоцикл, вот он, да, в 30-х, 40-х, 50-х годов. Это Накклхед. Да, вот мы эти мотоциклы привлекают, это мое внимание. Именно за, и за этим мотоциклом, чтобы на них посмотреть, я вот и приезжаю, вообще, честно говоря, в этот центр. Ну, вот, о, и Панкхед, да, есть, и Шойл есть, и Накклхед. Да, я понимаю, что это, наверное, путь в прошлое, вот, и я могу, наверное, очень много вам рассказать про эпоху каждого этого мотоцикла. Вот, и эти мотоциклы, кстати, еще на ходу. Если бы эти мотоциклы продавались, я бы купил вот Наккл вот прямо сейчас, вот прямо пошел бы и купил. Мой первый мотоцикл был в Спорте 79-го года. Железная такая хреновая, вообще, это мне сильно помогало стать механиком Харли. Все эти мотоциклы ничем не сложнее во вслуживании его. А это, кстати, Шойл бы, я бы Шойл, кстати, тоже бы взял, вот, честно говоря, если бы его продавали. И да, заходите к дилеру Харли Дэвидсон Лузиано, вы не будете разочарованы, замечательные люди, прекрасные продавцы, и много прекрасных мотоциклов ждут вас. А я лучше свалю побыстрее нахрен отсюда. Ну че, спасибо, что послушали меня, там провели со мной дивный вечерок. Вот, мне на работу завтра нифига не идти, я по пятницам не работаю. Поэтому вечер у меня свободный, и вот я вот скатал как раз сюда. Пока, короче, не продаю этот мотоцикл, пока не пойму, где взять более старший мотоцикл, постарше. Теперь я полностью уверен, что не хочу покупать новый мотоцикл. Может, я вообще просто оставлю себе еще один секунду, пока не знаю. Спасибо, что были со мной, там, теперь у меня новые перспективы с поиском другого мотоцикла. Следите за новостями, там, и все такое, подписывайтесь на канал, вот. Раз, что смотрите. Спасибо, можно сказать, на карту, поддержать канал, карта в описании. Вот, подписываемся на канал, и все такое, ставим лайки, дизлайки, экспериментируем. И напишите, что еще было бы интересно посмотреть, с удовольствием вам его переведу, там, или не переведу, или расскажу. Да.